Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Поговорим с вами о томатах открытого грунта. Один из моих участков томатов, который, можно сказать, выращивается по технологии для ленивых. Хотя я не могу себя назвать ленивым человеком, скорее слишком занятым. Для того, чтобы устраивать здесь колья, для того, чтобы посынковать, отрезать нижние листья и выполнять все те, как бы, регламентные работы, про которые говорят все томатоводы и которые считаются обязательными для выращивания томатов. При этом, посещая другие участки, на других участках, я вижу, что вот уже сейчас, в настоящее время, у многих на участках бушует фитофтора, несмотря на предпринятые меры по ее профилактике. Ну, кто-то принял их вовремя, кто-то немножечко задержался, опоздал, кто-то начал бить в колокола, когда фитофтора уже пришла к нему на участок. И я сталкиваюсь вот с чем. Очень многие люди выращивают, высаживают помидоры, выращивают рассаду для открытого грунта, высаживают ее, подвязывают кольем, накрывают спонбондом, там, какими-то укрывными материалами, берегут от холода. Затем, значит, поливают, кормят бесконечно, обрезают эти нижние листья, открывают кисти и так далее. Столько много хлопот, бах, пришло время, фитофтора все съела. Один год, второй год полностью разочаровываются, ну, не фитофтора, там, кладоспорез, еще что-то пришло, какие-то гнили. Факт тот, что без томатов или собирают эти зеленые томаты, дозаривают они в процессе дозаривания, опять гниют или там катают их быстренько, чтобы они не успели испортиться. И, в общем, кроме, ведь что такое выращивание огорода, ну, одно дело и для деревенского человека, и для городского человека, в любом случае хочется, чтобы этот процесс приносил радость и удовольствие. А не разочарование и какое-то раздражение от того, что столько сил было потрачено и зря. И, ну, опять же, не хочу назвать это огородом для ленивых, я скорее назову это огородом для занятых. Вот в этих всех обстоятельствах очень большое значение приобретает сорт. Вот очень нужно подобрать такой сорт, который даст вам урожай, пускай не колоссальный урожай, но приемлемый урожай, в условиях, когда вы не предпринимаете каких-то особых усилий, и вы посадили и забыли. И вот, смотрите, ни колов нету, ничего нету, да, ни пасынки, ни одного пасынка здесь не оторвал. При этом это Беларусь со всеми своими климатическими трудностями в виде холодных дождей, ранних холодных ночей. Сейчас уже ночи холодные, уже на черемах и красные листья появились, уже виноград девичий с красными листьями. Это означает, что ночи уже вовсю холодны. И если вы посмотрите, никаких признаков фитофтороза, даже примерно здесь нету. Томат продолжает свисти, томат плодоносит вовсю, урожай за урожаем снимаем. Вон, смотрите, какое колоссальное количество здесь плодов, и какое еще количество плодов здесь будет. Просто огромное количество, действительно. Это сорт белорусской селекции, который называется Кроха. У него небольшого размера плоды, ну это не совсем то черри, конечно, но в общем небольшие плоды. Однако же их такое огромное количество, что их собираешь, 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 и их катать очень удобно, и кушать их удобно, и в виде салата, и как угодно. Больше всего мне этот сорт нравится тем, что он, кроме того, что на основном побеге дает большое количество плодов кистей, он еще выгоняет пасынки, и на этих пасынках также образуются плоды. Вот этим он мне очень сильно нравится. Этот сорт относится к сортам ранней группы спелости. Хотя, вот он рано начинает давать плоды, но в целом период плодоношения у него очень растянут. Почему? Потому что, как я уже сказал, от центрального стебля начинают расти пасынки, каждый пасынок дает 2-3 листа, и его рост заканчивается цветочной кистью. Это характерно для всех сортов таких очень сильно детерминатных, с таким экстрадетерминатным типом развития. Таким образом, я вполне могу рекомендовать вам сорт кроха для выращивания их в открытом грунте, без подвязывания, без посынкования, без удаления листьев. Нужно провести несколько стандартных подкормок после посадки, перед цветением, во время цветения. Еще одну, когда плоды уже зеленые, и с этих пор вообще забыть об уходе за этими томатами, только приходить с ведром и убирать, убирать, убирать отсюда урожай. В целом, хочу сказать о сортах такого типа, очень такого детерминатного, очень кустовых, что если у вас не удаются крупноплодные томаты открытого грунта, попробуйте вот эти сорта с таким очень сильным кустовым габитусом. Я уверен, что вы не разочаруетесь в них, и, конечно, всегда надо выращивать несколько сортов, не надеяться только на один сорт. Но вот тот же сорт Кроха необходимо обязательно иметь в линейке своих сортов, потому что какое бы ни было лето, как бы у вас не складывались обстоятельства, как часто вы можете приезжать к себе на дачу, в деревню, на участок, еще куда-то, этот сорт всегда и очень надежно обеспечит вас томатами. Пусть не крупными, но зато очень и очень вкусными. Сорт Кроха – сорт для людей, которые заняты, которым некогда. Что ж, надеюсь, мой совет поможет вам всегда быть с томатами открытого грунта. На этом я прощаюсь с вами. Получайте большие урожаи с меньшим количеством хлопот. Это важно.